Медальные выступления На минувшей неделе Ижевск принимал очередной этап чемпионата России, где была представлена и Беларусь. Изначально планировалось участие наших спортсменов во всех трех видах программы, но в итоге организационный комитет принял решение не допустить нашу мужскую команду до участия в мега-масс-старте. Ситуация с одной стороны понятна, действовали россияне по регламенту, а с другой, давая возможность участвовать только представителям российских регионов, в стартовом протоколе таковых 60 не набралось. В итоге семь позиций на стартовой линии остались пустыми, а наши парни вместо гонки просто провели качественную рабочую тренировку. Что ж, во всем надо искать плюсы. Тем не менее, выступление на Ижевской трассе заполнилось медальными успехами Антона Смольского. Все гонки получились динамичные, держа зрителя в напряжении до самого финиша. Давайте вспомним самые яркие моменты прошедшего соревновательного уикенда. Легендарный Ижевск встретил спортсменов комфортной зимней погоды и одной из самых сложных биатлонных дисциплин – индивидуальной гонкой. 20 километров для мужчин и 15 для женщин. Даже по равнинной трассе испытание серьезное. Первыми на дистанцию вышли девушки. В протоколе всего 49 участниц, и российские лидеры выбрали для себя вторую стартовую группу. Сразу стоит отметить, что в гонке, помимо отсутствовавшей на этапе Динары Смольской, также не выступили Светлана Миронова и Елизавета Каплина. Остальные были в строю. Хороший ход по дистанции демонстрировала Анастасия Шевченко. Почти на каждой отсечке она была ориентиром для соперниц и финишировав установила высокую планку скорости даже при двух минутах штрафа. Ирина Казакевич и Тамара Дербушева также неплохо смотрелись на лыжне, но вот стрельба подвела особенно Ирину, которая в итоге добавила к своему результату аж четыре минуты. И это все на стойке. Шевченко уверенно держалась лидером и уже раздавала победное интервью, посматривая на табло. А там тем временем показывали стрельбу Ларисы Куклиной, которая хоть и промахнулась на последней стойке, выйти со стадиона смогла лидером, причем с солидным отрывом. Лариса мощно поработала на финальном круге и в итоге сумела сохранить преимущество в 5,6 секунды. Шевченко в слезах, но винить в промахах стоило только себя. Выйдя на старт последней, Наталья Гербулова, которая не блистала в раубичах, снова выдала суперскорость. При двух промахах она тоже могла подвинуть Анастасию в протоколе, но не хватило совсем немного. Куклина становится победительницей и получает мемориальный трофей Александра Привалова. Анастасия Шевченко – серебром и кубком общего индивидуального зачета. А Наталья Гербулова с бронзой и отличным настроением. Лучшей из белорусок стала Ирина Крученкина-Шаклейна. Даже несмотря на три штрафные минуты, она всего с минутным отставанием от лидера расположилась на шестой строчке протокола и приняла участие в цветочной церемонии. Скорость у Иры была отличная, а стрельба в этот день зависела в том числе и от сильного ветра. Адалина Сабитова с одним промахом в протоколе седьмая. Елена Крученкина после продолжительных болезней с двумя минутами четырнадцатая. Дарья Кудаева провела свою первую во взрослой карьере индивидуальную гонку с пятью промахами и финишировала двадцать четвертой. Юлия Ковалевская – тридцать восьмая, у нее восемь минут штрафа. В мужском протоколе на индивидуалку значились внушительные семьдесят восемь фамилий, восемь из которых белорусские. К сожалению, на родной для себя трассе мы так и не увидели Никиту Лобыстова, зато все остальные парни были в строю и полной боевой готовности. В этой гонке очень неплохую планку задал Евгений Емирхонов. Местный биатлонист был хорош на дистанции, но два промаха на первом рубеже подняться на пьедестал не позволили. Еще один парень из Удмуртии, Ильнас Мухамедянов, и вовсе промазал трижды, но это не помешало ему отметиться на финише лидером. Казалось, что его преимущество слишком велико, да еще и соперники промахивались. Оформить первую победу в сезоне Ильнасу помешала образцовая стрельба Кирилла Бажина. Он единственный, кто в этот день отработал на рубежах без промахов. В итоге с перевесом в 58 секунд Кирилл забирает золото. В борьбе за тройку схлестнулись Карим Халили и Антон Смольский. Стартовали рядом, рядом прошли всю дистанцию. Скорость у россиянина была повыше, но и промахнулся он на один раз больше. Смольский лишь на первом огневом рубеже допустил две ошибки. Остальные прошел чисто, а вот Карим трижды плюсовал штрафное время. В итоговом протоколе их разделили всего каких-то 13 сотых. Смольский забирает формальное третье место, а бронзу – Карим. Таковы правила российского чемпионата. Наши – вне зачета. Илья Овсеенко и Максим Воробей, допустив по две ошибки, финишировали соответственно 10-м и 11-м. Бельков в протоколе – 28-й, Елетнов – 43-й, Кошин – 44-й, Данилов – 46-й, А Лазовский – с 7-ю минутами штрафа лишь 51-й. Последняя отдыха нашим спортсменам предстояло принять участие в экзотическом и неведомом ранее в виде соревновательной программы «Суперпреследование». Состояла дисциплина, придуманная, проводимая только в России из двух стартов. Традиционно сначала спринт, а по его итогам в финале участники стартовали друг за другом с теми отставаниями, с которыми финишировали несколько часами ранее. Быстро, динамично и достаточно изматывающе для спортсменов. По итогам первых гонок квалификацию мужчин выиграл Антон Смольский с преимуществом 8,3. У девушек лучшей стала Анастасия Егорова, опередившая Вику с Левкон на 4 секунды. В финале суперпассюта в погоню за Антоном бросился Латыпов, но его снова подвела стрельба. Он не закрыл четыре мишени и остался за пределами тройки. А вот борьба за медали решалась на заключительном круге. На сей раз Смольскому пришлось играть в кошки-мышки с Халилией Поварницыным. Но Кариму сил на концовку не хватило, а вот Антон и Александр выдавили спринт по стадиону, в котором Поварницын на финише сумел опередить таки нашего призера Олимпиады всего на 0,8 секунды. В итоге Смольский поднимается на вторую ступень пьедестала почета, Халили вновь в третий. Среди девушек борьбы за лидерство не было. Тамара Дербушева с таким преимуществом подходила на последний рубеж, что могла позволить себе промахнуться. Отмотав штрафной круг в 75 метров, она убежала за победой, в то время как соперницы промахивались. Ирина Казакевич, несмотря на пять промахов, внижировала второй. В борьбе за бронзу развернулась драма. Анастасия Батманова, уходя в гонку третьей, не удержала своего преимущества, ее нагнали подружки Гербулова и Носкова. Отработав вместе последний круг на финиш, они пришли в одно и то же время. Было эффектно, Екатерина в разножке, Наталья практически двумя ногами на линии, и все ждут фотофиниш. Но здесь и он был бессилен. Спортсменки показали абсолютно одинаковое время и разделили третью строчку. Узнав об этом, подруги не сдержали эмоций. Классная история про большую бятловную семью. Лучшей из белорусок в финале суперпассиута стала Ирина Крученкина-Шаклейна. У нее десятое место при шести штрафных кругах. На десерт в Ижевске оставались большие масс-старты. Белорусских девушек в гонку допустили без проблем, так как даже в заявке не было 60 участниц. По регламенту группы стартовавших с первого по тридцатый номер идет на второй круг транзитом по стадиону, а стартовавшие с тридцать с первого по шестидесятый сразу на огневой рубеж. Елена Крученкина, к сожалению, запуталась в правилах и со своей группой на стрельбище не пришла. А в итоге ей пришлось сойти с дистанции. Нашим девчонкам удача в этот день не улыбнулась и промахивались они многовато, не претендуя на высокие позиции. А вот борьба за победу была упорная. На заключительном огневом рубеже лучше всех с нервами и стрельбой справилась Виктория Сливко. Она убежала с небольшим преимуществом на финишный круг и не позволила Анастасии Гореевой себя достать. В итоге Вика гордая и красиво оформляет очередную победу в гонке с массовым стартом в этом году. Гореева вторая, а вот за бронзу снова были те еще разборки. Куклина и Дербушева на последнем вираже уже выбыли из борьбы. А вот Шевнина и Носкова разбирались на последних сантиметрах. В очередной раз свой суперфиниш выдает Екатерина, у нее и вторая бронза на этапе. В мужском мега-масс-старте наших парней не было, они проводили дополнительную тренировку. Зато было семь пустых позиций на стартовой поляне, но, как пояснили в Союзе биатлонистов России, все было сделано по регламенту. Удивительная история в этот день приключилась с лидерами Бабиков и Бажин. По ходу гонки, демонстрируя отличную скорость, промахнулись по четыре раза. Поршнев зашел на пять кругов, а Латыпов и вовсе на шесть. Никому из них даже не удалось приблизиться к тройке. А вот своей турбо-скоростью сумел вновь воспользоваться Ильнас Мухамедянов. И даже три штрафных круга на слойках не помешали ему дома гордо финишировать с флагом, приведя в восторг местных болельщиков. Иван Колотов тем временем стал вторым и оформил первое попадание на пьедестал в рамках российского чемпионата. Тройку замкнул Михаил Первушин, допустивший лишь одну ошибку на рубежах. Вот так интересная и неожиданно сложилась заключительная гонка в рамках Ижевской винтовки. То ли еще будет в Ханты-Мансийске. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бео сообщил, что они, супруга Хедды, ждут второго ребенка. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм, отметив, что пополнение семья Бео ожидает летом. Первый нецин Густав родился у норвежской пары в январе 2020 года. 25 февраля свой юбилей отпраздновала легендарная биатлонистка Елена Зубрилова, четырехкратная чемпионка мира, обладательница 17 и наград мировых форумов, многократная победительница и призер этапов Кубка мира, двукратная чемпионка Европы. Елена Николаевна также является членом исполкома Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. С праздником выдающуюся спортсменку поздравил в том числе и Сергей Ковальчук, вручивший Елене Зубриловой памятный знак Министерства спорта и туризма. Творческая группа проекта «Огневый рубеж» присоединяется к поздравлениям. Четырехкратный чемпион мира Эмильен Джаклен досрочно завершил сезон. Француз сообщил, что пропустит оставшиеся этапы Кубка мира в Чехии, Швеции и Норвегии. По словам директора сборной Франции Стефана Бутье, вынужденный перерыв в карьере связан с профессиональным выгоранием спортсмена. Напомним, являясь победителем гонок-преследования на двух последних чемпионатах мира, Пасют в Аберхофе француз пропустил из-за низкой стартовой позиции. При этом, выступая в составе эстафетной четверки, ему удалось завоевать золото. В центре Москвы на катке ВДНХ прошел первый любительский турнир по биатлону на коньках. С 22 по 25 февраля все гости катка могли попробовать свои силы в необычном виде спорта, объединившем в себе конькобежный спорт и биатлон. Участникам было предложено пройти два круга и отстрелять на двух огневых рубежах. Подобные соревнования уже проводились. В Москве впервые так называемый скайшутинг со стрельбой из лазерной винтовки прошел в январе 2016 года в парке «Сокольники». По итогам чемпионата мира в немецком Аберхофе в медальном зачете значатся всего шесть стран. Это наименьший показатель командного представительства за последние 30 лет. Меньше было только на чемпионате мира 1991 года, когда еще выступала сборная Советского Союза. А главной звездой турнира стал 21-летний немецкий юноша по имени Марк Кирхнер. Тогда 24 медали распределяли между собой Германия, СССР, Италия, Норвегия и Болгария. На турнире в 2023 году награды которых было 36 завоевали норвежцы. У них 13 медалей, шведы – 11, у французов и итальянцев – по 4. Германия на домашнем форуме взяла лишь три трофея. Также один раз на предистал почета поднимались представители команды Австрии. Тренер мужской сборной России под биатлону Сергей Башкиров выразил надежду на то, что чемпион мира Александр Логинов все же примет участие в нескольких гонках этого сезона. Логинов пропустил практически весь сезон из-за проблем со здоровьем. Последний раз он выходил на старт в официальной гонке 24 декабря 2022 года. Проблемы, преследующие россиянина, уже решены. Самочувствие стабилизировалось, и он приступил к тренировкам. Планируется, что Александр выступит на этапе чемпионата России в Ханты-Мансийске, который пройдет с 27 марта по 2 апреля. Для подрастающего поколения белорусских биатлонистов сезон в самом разгаре. Молодежь по ходу зимы набирала форму, проходила региональные областные отборочные турниры, принимала участие в том числе и в Кубке Белорусской Федерации Биатлона. На минувшей неделе пришло время проверить свои силы на одном из главных стартов зимы, который собрал лучших стреляющих лыжников со всей страны. В этом сезоне в спорткомплексе под Минском биатлонные соревнования проводятся чуть ли не каждую неделю. То Кубок Содружества, то Чемпионат Белоруссии, то Снежный Снайпер. Очередным стартом, который принимали Раубичи, стали Олимпийские дни молодежи по биатлону. Для юных стреляющих лыжников это один из важнейших стартов сезона. Очередной шанс заявить о себе, показать лучшую скорость на лыжне и качественную работу на стрельбище. Словом, все то, что нарабатывали на протяжении сезона. В турнире принимают участие представители всех регионов нашей страны. Сильнейшие ребята и девчонки возрастной группы 2004-2007 годов рождения. Дали возможность на этих соревнованиях поучаствовать также спортсменам лично. Поэтому здесь такая достаточно серьезная конкуренция и так много участников. Трасса немножко сложноватая, поскольку много очень снега и ретрак проходил только вчера вечером. Поэтому достаточно мягкая для спортсменов. Но скажу одно, что все в равных условиях, поэтому нет причины, чтобы не выступить хорошо. Первые два дня была просто замечательная трасса. Погода была на руку и ветра не было, а стиль был. И трасса замечательная была. Сегодня немножко все потаяло, будет сложно. Будем стараться. Зима не заканчивается. Конечно, свежий снег всегда проблема для тренеров, сервисменов, для спортсменов, потому что скольжение уже другое. Но и в то же время биатлон же – зимний вид спорта. И мы бежим в любых условиях. Юноши и девушки боролись за медали в трех дисциплинах. Стартовала соревновательная программа с спринтерскими гонками. Затем прошли гонки с массовым стартом, а на десерт организаторы приготовили смешанную стафету. Смотришь, с какими соперниками бежишь и немножко начинаешь волноваться. Но это все-таки опыт в первую очередь. Конечно, делаю ставку на личные гонки. Это был спринт и масс-старт. Оставшиеся силы, что остались, конечно же, на живую стафету. Оцениваю свое выступление по 10-балльной шкале, наверное, 6. То есть немножко не справился с любой, но вылазился ходом хорошо. В турнире приняли участие в том числе и те биатлонисты, которые выступают в этом сезоне в Кубке Белорусской Федерации и являются одними из лучших представителей своей области. Многим из них удалось и здесь подтвердить свой высокий уровень и завоевать медали. Так победу в спринте праздновали и Лена Кулак, и Глеб Орловский. В гонках с четырьмя огневыми рубежами равных не было Анастасии Попова и Виталию Казаченку. В миг со стафете уверенную победу, даже несмотря на штрафной круг, одержали все те же представители Минской области, которые побеждали в личных гонках. Кулак, Попова, Казаченок и Орловский. Для ребят это ответственный старт, потому что это точечный турнир, это главный турнир сезона, к которому они готовятся, круглогодично, к которому они подводятся. И как любой турнир такого значения, он, конечно, накладывает свою ответственность на выступления спортсменов. И тут видно, наверное, кто может справляться с этой ответственностью, а кому нужно немного больше опыта. И вот как раз, если мы говорим про опыт, у нас есть соревнования Кубок Белорусской Федерации биатлона, которые проходят этапно, как Кубки мира. И поэтому здесь очень здорово, что спортсмены могут получить там соревновательный опыт и уже подойти к этим стартам, уже в той готовности, которая у них есть, и показать себя здесь. Я думаю, что дети с каждым годом все растут, все становится более взрослее, более опытнее. И эти соревнования, и Кубок Федерации, и все республиканские соревнования дают им опыт и основу для стартов на будущее. Я скажу, что на Кубке Федерации всегда побеждает команда Витебской области. Здесь на республиканских соревнованиях немножко поменялось. И у нас лидирует команда Минска области. Поэтому все меняется, дети растут, дети показывают очень неплохие результаты. И мы ждем новых звездочек. Отечественный биатлон с точки зрения работы на перспективу идет семимильными шагами. Турнир, созданный шесть лет назад Белорусской Федерации, на данный момент является прекрасной стартовой платформой для дальнейшего роста молодых спортсменов. Кубок Федерации дает возможность прочувствовать соревновательную атмосферу самых первых выступлений, принять опыт у старших и выходить в каждой возрастной группе на качественно новый уровень работы. К тому подтверждение результаты Олимпийских дней молодежи, где на лидирующих позициях многократные победители и призеры этапов Кубка. Главная задача вырастить профессионалов и передать их грамотным специалистам на следующую спортивную ступень. Здесь, конечно, у нас идет все поступательно. То есть, если мы говорим про возрастные категории юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины. И, естественно, когда спортсмен с одного класса переходит в другой, ну, это все отслеживается, фиксируется. И дальше поступательно строится подготовка. То есть, для того, чтобы нам прийти в национальную команду, нам надо из года в год подниматься по вот этим ступенькам. И, соответственно, планомерно потом уже надеюсь, что мы наших ребят увидим в рядах национальной команды. Участники главного европейского кубкового турнира готовятся провести заключительный отрезок сезона в хорошо знакомом и любимом многими новом место. Чешские болельщики ждали большой биатлон два года и наверняка устроят грандиозный прием любимым гостям. Самое время вспомнить, какова расстановка сил в генеральной классификации и на кого в первую очередь стоит обращать внимание. На прошедшем чемпионате мира сюрпризов не было совершенно. Топы подтверждали свое притязание на медали успешными выступлениями. Среди мужчин, норвежцев, пожалуй, можно вынести за скобки. Эти парни по ходу всего сезона соревновались в какой-то отдельной лиге. Очень мощно турнир провели шведы, как Себастьян Самойльсон, так и Мартин Понтилома. Французская мужская четверка была хороша в эстафете, но на больше их не хватило. Рискнем предположить, что подобная расстановка сил сохранится в мужском биатлоне на этапе в Чехии, ведь пик формы явно никуда так быстро не денется. Что же касается девушек, то и по ходу сезона, и в рамках чемпионата мира лидеры менялись. Здесь норвежки были скорее на вторых ролях, а вот итальянки, шведки и француженки раскрылись по-новому. Особенно хочется вспомнить успех молодых девушек, которые помогли команде Италии выиграть эстафету. Стабильность шведок и француженок впечатляет. Наверняка отличные показатели они продемонстрируют и в Чехии. Разумеется, не стоит сбрасывать со счетов и команду Германии, как у мужчин, так и у женщин отдельные. Спортсмены всегда претендуют на высокие позиции. Сами хозяева предстоящего этапа в этом сезоне смотрятся неплохо, но без искорки. Баркета Давидова в Оберхофе лишь раз не попала в топ-10, но и в тройку ни разу не заехала, хотя шансы были. Возможно, именно домашняя трасса позволит раскрыться в полной мере и ей, и ее партнерам по команде. Что же касается общего зачета, в этом году он впервые остался неизменным после чемпионата мира. За гонки в Оберхофе баллы никто не получил, а значит расстановка такая же, как была после этапа в Антхольце. У мужчин Йоханнес Бео вне конкуренции он уже набрал 1139 баллов и достать его едва ли удастся, даже если он больше не будет выигрывать. На второй строчке с Турла он уступает партнеру по команде 219 очков. Тройку замыкает Кристиансен, причем у четвертой строчки он также выигрывает солидно. Достать эту тройку будет сложно. В женском зачете на первом месте Жули Симон. Эльвира Оберк уступает ей 76 баллов. При определенных раскладах шанс потеснить француженку все-таки есть. Третью и четвертую строчки занимают итальянки. Соревновательная неделя в Чехии обещает быть интересной и захватывающей. Тем более, что атмосфера на стадионе с гигантской болельщеской трибуной, которую возводят специально Кубку мира, всегда невероятно мощная. Кубик Айбью тем временем проходит за океаном. Два заключительных этапа принимает канадский Кенмар, который давненько не видал большого биатлона. На сей раз там хотя бы не такой зубудровительный мороз. Комфортная погода до минус 6 градусов днем позволила провести все старты без переносов и ограничений. В программе первого этапа значились спринт, суперспринт и большой масс-старт на 60 человек. В турнирной таблице по окончании шести этапов у мужчин на первой строчке Эндрестремсхайм. В целом, как и на Кубке мира, в турнире рангом ниже лидирующие позиции захвачены норвежцами. Второй состав викингов удерживает четыре позиции в пятерке лучших. Среди девушек все интереснее. Тильда Йоханссон, Желон Гигона и Поля Боте среди лидеров общего зачета. Заключительный этап второго по значимости Европейского кубкового турнира также пройдет в Канаде, где с 1 по 4 марта состоятся сприттерские гонки, затем преследования и смешанные эстафеты. По итогам этих стартов определятся лидеры всех зачетов, а также победители в генеральной классификации, которые получат дополнительные номер квоты на стартовый этап Кубка мира следующего сезона. Молодые спортсмены, выступающие по юношам и юниоркам, уже в конце этой недели выйдут на старт первых гонок в рамках юниорского чемпионата мира. Право провести турнир получил Казахстан. Соревнования с 4 по 12 марта пройдут в Щучинске, где будет разыграно 18 комплектов наград. Ранее турниры такого масштаба на этом стадионе не проводились. Программа там будет стандартная, зрители увидят связку, спринт, преследование, индивидуальные гонки, а также традиционные смешанные эстафеты. Белорусская сборная переезжает в Тюмень, где проведет недельную подготовку перед стартом заключительного этапа Кубка Содружества. На жемчужине Сибири уже совсем скоро состоятся решающие разборки за победу в общем зачете. Будем надеяться на возвращение в строй Динары Смольска и сохранение желтой майки. Участники Кубка мира тем временем отправляются в новое место на Мураве – чешское местечко с капризной погодой, но атмосферным стадионом. Не пропускайте всю актуальную информацию о белорусских спортсменах в информационных выпусках телеканала «Беларусь-5». И держите руку на пульсе биатлонной жизни вместе с нашим проектом. Редактор субтитров А.Семкин